Отсутствие интернета мешает кустанайским аграриям использовать современную сельхозтехнику. Дело в том, что село Уштугай не попало в проект Д250+, который должен был обеспечить аулы высокоскоростным интернетом. Поэтому аграрии не могут применять в растеневодстве новые технологии. Айжан Утевова расскажет, почему чиновники посчитали село малочисленным и каково это жить и работать вне зоны доступа. Бексултан Санибеков фермер во втором поколении. Учился в Штатах и России, но вернулся в родное маленькое село, чтобы развивать сельское хозяйство. В планах внедрить в процесс растеневодства новые технологии. Однако на деле дорогая современная техника не используется полноценно и порой простаивает. Есть очень много новых технологий для сельского хозяйства, но, к сожалению, из-за отсутствия сетей мы ими не можем пользоваться. Для меня это остается тайной. Список нас 250+, не включили. Проект по цифровизации сельской местности 250+, предполагает охватить интернетом населенные пункты с численностью свыше 250 человек. Фермер Бексултан Санибеков утверждает, что в селе Уштогай живут 286 человек. А если брать сельский округ, то количество жителей превышает 400 человек. Чиновники говорят, что когда подавали заявку на участие в проекте 250+, нужного количества жителей не было. А теперь поздно. 1 января 2020 года у нас не было 250 человек. А потом в местное крестьянское хозяйство приехали работники. И на 1 октября было зарегистрировано уже 286 человек. Мы вышли с письмом включить нас в проект, но был декабрь, конец года. И нам ответили, что уже не могут включать нас в проект. 8 лет назад в селе Уштогай появилась вышка связи. Только вот она обеспечивает работу стационарных телефонов. А мобильные здесь вещь бесполезная. Широкополосный интернет есть только в местной школе. И пользуются им исключительно учителя. И то стараются по очереди. Когда несколько человек одновременно выходят в интернет, скорость падает. Управление информатизации отправило заявку на включение села Уштогай в проект 250+, повторно. По этому вопросу разговаривал руководитель управления. Они ждут продолжения этой программы. Если корректировка будет по этой программе, обязательно Уштогайский сельский округ и Уштогай, по их словам, включат туда. Когда придет сотовая связь, село Уштогай неизвестно. Но местные жители и фермеры надеются, что сотовая связь все же появится в их краях. Вне зоны доступа пока живут и работают свыше тысячи человек, близлежащих к Уштогаю селах. Айжан Утиевы, Габидин Жокушев, телеканал Атамикен Бизнес.